Сейчас во всём мире считается, что духовность предназначена для тех, кому за 72. Здесь всего несколько кандидатов. Причина этого — в безжизненной природе того, чем является духовность в современном обществе. В то же время это показывает, насколько человечество запуталось в этих аспектах. Когда мы говорим о духовности, мы подразумеваем, что она предназначена для пожилых людей, у которых нет возможности жить какими-либо другими аспектами жизни. Если вы не можете нормально есть, нормально жить, если у вас начала трястись голова, тогда идите к гуру, посидите с ним поговорить о чём-нибудь духовном. Но в то же время, когда мы говорим, что кто-то одухотворён, мы имеем в виду, что он полон жизни, не так ли? Если быть одухотворённым значит быть полным жизни, то быть духовным должно означать, что жизнь бьёт через край, не так ли? Но, к сожалению, такое впечатление сложилось из-за того, что понятия духовности распространяли, представляли и неверно использовали в самых разных формах. Любой, кто не способен к жизни, обычно получает ярлык духовного человека. Если вы не можете переваривать пищу, которую едите, тогда не ешьте. Если вы не ели три дня, то вы духовны. Вообще-то, если вы плохо едите, плохо одеваетесь и плохо живёте, люди думают, что вы духовны. Таково общее понимание. Мы должны отказаться от слова «духовность». Вам нужно выкинуть из головы мысль «я нахожусь на духовном пути». Потому что нет такого человека, который не был бы заинтересован в жизни, не так ли? Если это не работает для него прямо сейчас, он говорит, что ему неинтересно. Но если это начинает немного работать, ему сразу становится интересно, не так ли? Да? Сегодня дела идут плохо, поэтому он говорит, что ему скучно. Завтра, если вы подадите ему слабую надежду, что всё может наладиться, то он неожиданно начнёт проявлять интерес к жизни. В любом случае, жизнь важна для вас. Лучше отдаться ей полностью. Лучше быть вовлечённым в неё полностью, иначе жизнь будет мучить вас. Вы должны быть либо на 100% живы, либо мертвы. Промежуточное состояние мучительно. Не так ли? Вы препарировали лягушек и тараканов в лаборатории? Препарировали? Кто этим занимался? Промежуточное состояние мучительно. Не правда ли? Одна часть работает, другая не работает. Это всегда мучительно, не так ли? Так что не нужно ждать, когда жизнь станет мучительной, а затем пытаться стать полностью живыми. Духовный процесс означает, что вы живы во всех измерениях, а не только в физическом. Всё у вас абсолютно наполнено жизнью. Если этого не произойдёт, так или иначе жизнь превратится в пытку. Не обязательно, чтобы что-то шло не так. Вообще-то, если всё идёт правильно, это становится гораздо более мучительным, чем когда что-то не так. Потому что если что-то не так, вы будете бороться, чтобы исправить это, и это будет занимать вас. Если в вашей жизни всё совершенно правильно, то вы станете ещё более больными, чем если бы что-то было не так. Не так ли? Когда всё правильно, люди гораздо больше болеют и страдают. Когда что-то не так, вы воспринимаете это как вызов и стремитесь это исправить. Большинство людей не смогут оставаться психически здоровыми, если вы наведёте в их жизни идеальный порядок. Если вы решите все их проблемы, 60-70% населения станут психологически больными. Сейчас они здоровы, потому что они за что-то сражаются. Они заняты, у них есть какое-то дело. Вы теряете интерес к жизни только когда у вас мало энергии. Когда вы подавлены, вы говорите «хватит, ничего не нужно». Но если появляется небольшой всплеск энергии внутри вас, жизнь снова начинает играть красками. Когда вы живы только наполовину и пытаетесь исправить это с помощью внешней поддержки, жизнь будет такой. Если сегодня снаружи что-то рухнет, вы захотите умереть. Потому что оставаться наполовину живым очень трудно и мучительно. Для многих людей только физическое тело живо, только часть их ума жива. Так живёт большинство людей. «Быть духовным» означает, что всё в вас абсолютно живо. На самом деле нет выбора, быть живым или быть мёртвым, быть или не быть. Люди считают это очень умным вопросом. Но для меня нет вопроса глупее. Такие вопросы возникают только у того, кто не вкусил жизни, кто только рассуждает о ней. Если вы живёте в полную силу, вопрос «быть или не быть» никогда не возникнет. Потому что, что бы ни случилось, вы будете. Даже если вы прыгнете в реку Хугли, вы всё равно будете. Так что духовный процесс не для мёртвых или умирающих. Он для тех, кто жив и кто хочет стать полностью живым, абсолютно живым. Быть живым во всех измерениях того, кто вы есть. Без этого жизнь будет мучить вас во многих отношениях. И не имеет значения, что вы измените. Не имеет значения, приводите ли в порядок свои финансы. Есть ли у вас прочные отношения с людьми вокруг. В любом случае, прочные отношения — всегда пытка. что бы вы ни подправили своей жизни, она всё равно будет мучить вас, потому что вы живы наполовину. Мы должны убрать из обихода мысль о том, что духовность предназначена для умирающих. Она — для живых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова